Привет дорогие друзья, с вами снова Carlson Reviews. Сегодня опять у нас кастом и мы ставим вот такие вот классные белые колеса на кольф GTI от Matchbox, а также его немножко занизим. Сама модель на удивление была очень хорошего качества, хорошие декали, хорошая прорисовка, сам молд очень качественный и интересный. Даже заводские колеса мне понравились и смотрелись бы хорошо на данной модели, но все же я решил ее свапнуть, потому что мне очень хотелось попробовать, как будут смотреться на нем эти белые колеса. К слову, сам молд 2005 года. В сегодняшнем ролике я немножечко постараюсь все-таки вам рассказать и показать, что и как надо делать при свапе колес и занижении машинки, как многие меня просили. Для начала, в первую же очередь нужно просверлить модель, если она на заклепках. Не переживайте, у вас это может получиться далеко не с первого раза, даже у меня, как видите, получилось это далеко не с первого раза и пришлось как следует постараться. Несмотря на то, что у меня очень хороший швоповерт и достаточно хорошее сверло. Да и машинок через мои руки прошло уже далеко не мало. Все же давайте посмотрим. Вот мы снимаем эти заклепки так, чтобы они срезались с верхней части. Для сверления вам понадобится сверло 4,5-5 мм по металлу, желательно получше и покрепче, а также достаточно мощный швоповерт, либо гравер с головкой на кольцо. Затем мы плавненько открываем нашу машинку, она может открываться, кстати, нелегко, а зато очень сильным филочком. И разбираем весь корпус полностью. Само собой можно и раскрасить салон, поставить подушечки и т.д. и т.п. Но сейчас займемся основным. Мы берем дно и вот таким вот образом отверточкой снимаем оттуда колеса. Будьте аккуратны. Вот эти крепления, если вы сломаете, на которых стоят колеса, то оси новых колес придется вклеивать. А это очень-очень неприятно и неудобно. Кстати, ставить будем вот такие вот колеса с Алиэкспресса. Ссылки на них вы можете найти в описании. Это копия настоящих хотвиксовских премиумных колес, но сделанных в Китае и продаваемых отдельно. Достаточно интересные и удобные. Как видим, они немножко не подходят по шине. Это достаточно частое явление. В таких случаях поступаем достаточно легко. Берем нож или скайпель и срезаем вот эти вот наплывы пластика усиления на основание модели. Это помогает всегда практически, но если не поможет, то можно слепелить немножечко самих колес. Но в первую очередь срезать именно вот эти вот наплывы. Они нужны исключительно для защиты дна от повреждений во время игры. Но поскольку модель у вас будет коллекционная, а не игровая, вам это не особо страшно. Будьте аккуратны, не порежьтесь. Лично я, как правило, использую скайпель, но в данном случае у меня под рукой оказался канцелярский нож. Кстати, не самый острый, поэтому можете сами видеть, как это получается. Достаточно легко, если вы делаете все аккуратно и грамотно. Помимо наплывов по бокам, можно слезать наплывы снизу. Это позволит лучше занизить машинку, и при сильном занижении машинка не будет тереться ими, а пол. А будет тереться прям днищем, если оно вообще будет тереться, конечно. Это, в принципе, делают все кастомайзеры, практически на всех моделях, потому что это, в принципе, облагораживает модели, и она смотрится более как-то благородно и красиво. Также можно пройтись с наждачки по нижней стороне модели. Тогда да, сотрутся вся информация, детализация и так далее, зато у вас будет очень гладкая и ровная нижняя поверхность. За счет этого вы сможете очень сильно занизить свою модель и сделать ее прямо в виде стенса. И это просто опупительно будет смотреться, если вы захотите сделать именно такое. Тут я это делать не стал, я показываю самую базовую вариацию, и вот. Наконец-то колеса уже влезают практически, и мы немножечко аккуратненько раздвигаем лезвием вот эти вот соединения для колес, чтобы туда могли спокойно заместись колеса. После данной процедуры колеса, а вернее оси колеса вполне легко и удобно просто вжимаются туда и защелкиваются, как заводские. Они абсолютно так же держатся, как заводские, и спокойно могут там находиться без клей и тому подобного. Поэтому еще раз напоминаю, будьте с этими коннекторами максимально аккуратны. Сломаете, новые не купите, придется приклеивать на клей саму ось. Данную манипуляцию нужно проделать с обеими осями, и спокойненько, аккуратненько их вставить. После чего можно будет собрать окончательно весь корпус. Вот так вот ставим салон, остекление и сверху корпус. Лично я, посмотрев на то, как получилась собранная модель, решил ее конкретно занизить, потому что расстояние между колесами и арками, по моему мнению, получилось слишком большим и не особо красивым. В разных моделях для занижения имеются различные принципы, варианты и так далее. Я вам покажу на примере этого гольфа самую частую возможность занижения модели и самую распространенную, в принципе, и у Hot Wheels, и Matchbox почти у всех остальных моделей. Она достаточно простая и легкая. Как мы можем видеть, свапнутые колеса на модели имеют достаточно большой люфт, и как раз таки именно это нам поможет. Как правило, ось в корпусе модели держится за счет салона, и вот эта вот деталь, она либо с небольшими наплывами внутрь для осей, либо без них вообще. И в любом случае, вы просто берете нож или скапель и прорезаете их вглубь, именно в том месте, где садится на них ось. Таким образом, получается, что ось заходит внутрь салона чуть глубже, от собственной и внутрь корпуса. К слову, такая технология помогает вместить еще в корпус модели более толстые оси, как, например, сделано у меня на кастомных бунтшейкерах. Это очень облегчает жизнь во многих ситуациях. Также, в то время, пока машинка разобрана, и у вас есть полный доступ к основанию, пока вы не поставили туда колеса, но уже сняли старые, очень удобно поставить туда новую дырочку для закрепления туда болта. Многие спросят меня, а зачем? А для того, чтобы поставить модельку на подставку. Огромное количество кейсов, подставок для модели продается в открытой продаже, да даже можно купить просто упаковку для продуктов в определенном виде, и это будет смотреться как диорама, если вы туда прикрепите машинку. Так вот, продерывав небольшое отверстие днищей машинки и вкрутив туда саморез, например, вы спокойно сможете поставить эту модель на подставку или в кейс. Как я это сделал, например, со своим бунтшейкером, и смотрится это реально круто. И я уже молчу о том, что во время разборки модели есть куда более удобный доступ к внутренним салонам, к самому корпусу и так далее, для прокраски каких-то мелких деталей и так далее. Вот давайте посмотрим, что получилось из этого гольфа. Просто свап колеса и небольшое занижение, и смотрится машинка уже совершенно, совершенно по-другому. Многие мои подписчики в ТикТоке уже сказали, что моделька похожа на премиумную. И да, действительно, если ее поставить в красивый кейс, сделать ей хорошую упаковку, реально, может быть, подумать, что это какой-то платил с премиум. Однако, это матчбокс и обычный кастом, который обошелся мне где-то в 150-200 рублей, и немножечко трудозатраты и времени. Итоговая модель не разваливается, не рассыпается, как многие говорят, и даже нормально катается. Правда, честно, я не понимаю тех людей, которые коллекционируют модельки для того, чтобы они катались и с ними играть. Все-таки, модель – это коллекционная вещь, которая должна стоять на полочке. Но, согласен, это круто, когда коллекционная модель может хорошо передвигаться и скользить, как на этом видео. На этом у меня все. Спасибо вам всем огромнейшее за просмотр данного видео. Надеюсь, вам понравился мой кастом и мое видео. А вы же творите, создавайте свои кастомы и просто коллекционируйте модели. Ну или же играйте, если вам так удобно. Всем спасибо и всем пока.